Беру вот эту вот коробку, просовываю руку, там дырка, и когда дырка появляется, я ее складываю. Валентине пока 5 лет, но вместе с мамой они решили, что это не помеха для участия в Эко-квесте. Тем более Валин и родители еще до ее рождения сортировали мусор, теперь просто делают это вместе. Включается даже Семен, самый младший в семье. Каждый день на протяжении недели организаторы квеста присылают им разные задания на тему экологии и экологичного потребления. К примеру, на днях семья перерабатывала дома использованную бумагу. Посмотрите, какие у нас получились красивые сердечки Валентинкина на следующий год. Валь, какое сегодня задание у тебя? Сделать видео и сортировать мусор. И еще мы ходили обувь ремонтировать. То есть нужно показать, что можно не только новую покупать, но и старую отремонтировать. Видео с заданиями Кудрявцевы отсылают в группу ВКонтакте. Туда же свои отчеты шлют и другие участники. В этом году Эко-квест проходит в трех городах – Барнауле, Москве и Санкт-Петербурге. В Краевой столице, говорят организаторы, сначала заявилось больше 40 участников, осталось 7. Может быть, многие родители подумали, что это больше будет теория, чем у нас там и теория, и практика. Может быть, все-таки еще погодные условия тут повлияли. Никому в такую погоду сильно не захочется искать эту площадку, тащить своего ребенка. Ну и все-таки, да, самому тоже нужно быть маленько в теме экологии, раздельного сбора. Семью Кудрявцевых дождем и холодом не испугать. Задание – найти площадку с раздельным сбором мусора, а она у них во дворе, успешно выполнено. Это главное. Давай скорее. Пошла путешествовать. Победители Эко-квеста выберут уже скоро, с учетом набранных баллов. Предпочтение отдадут конкурсантам, которые выполняли задание в большей степени самостоятельно. Они все доверили родителям. Главный приз – проживание в гостевом доме Горного Алтая. А еще интересные настольные игры и не только. Кудрявцевы очень верят в победу. Но даже если этого не случится, все вместе продолжат сортировать мусор. Потому что понимают, для чего это делают. Чтобы природу беречь. Татьяна Голубева, Андрей Печоркин, Дмитрий Денисов. День с толком.